Я подал в суд на Ядекс за то, что облысило плохих новостей. Это реальная история, мистер Старк? Да, это реальная история. Это реальная история. С буферами вообще. Прям топовые, реально топовые. В пижаме, в оперу. Да. Кентавр, значит, человек с головой лошади. В думе. Да. Вбрасываете, например, идею 22-го числа, сидя спиной на юго-восток. Чтобы это была площадь имени Джона Голта. И как бы даешь проект памятника. Он назвал сад имени Путина и начал отстаивать. И вошли СМИ, что сад имени Путина пытаются закатать. Да, да, и все, и отстаивал сад. Я сам баллотировался на мэры Нефтьюганской, и у меня это тоже сработало. То есть, при чем здесь ты и Нефтьюганск? Первый постовок. Психам к психам не пристают. За один день я познакомился со всеми предпринимателями Нефтьюганской. Сейчас мы там общаемся, дружим. То есть, сразу же пошел в окружение там? В общем, не то, что сразу, моментально. Всем привет! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Роман Масленников, эксперт по взрывному пиару. Автор книг по пиар и раскрутке ведущих бизнес-издательств страны. Более 12 лет в профессии. Более 5000 публикаций в СМИ и на ТВ по итогам проведенных им акций. И сегодня мы узнаем с вами формулу хайпа, секреты взрывного пиара и как работать со СМИ. Поехали! Роман, привет! 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 Слушай, ну, сегодня, когда я перечисляла в представлении тебя, то количество кейсов, которые у тебя есть, статей, опыта. Это, конечно, космос. Ну, в плане бэкграунда, да? Для меня ты вообще ходячая энциклопедия. С кем сравниваться? Ну, да. Я перечитал биографию Сергея Минаева, я охренел. Думаю, более чувак живота. Ну, хорошо. В любом случае. И при этом в одной из твоих книг я увидела, что в 2004 году, в каком-то там далеком, да, или не очень далеком, ты здесь, в Москве, целый месяц искал работу, не мог устроиться. И, то есть, ну, вот, давай начнем сначала. Как ты, в принципе, попал в пиар? После журналистики. То есть, я журналистикой заработал первые деньги, и получилось так, что начал зарабатывать. Получал деньги за статьи, а потом мы с друзьями организовали свой бизнес. Пиарили вечеринки, а их организовали, там, ночные клубы, диджеи и все такое. И, как бы, естественным образом нам надо было их раскручивать. Ну, и через практические навыки мы пришли в пиар. Как вытряхти журналисту статью, как канонс поставить в газету, чтобы про клуб написали, там, как реализовать пресс-конференцию. Хотя мы вообще не знали, что это пресс-конференция, но, типа, нам директор клуба говорит, пусть что-нибудь диджеи скажет для прессы, которая приедет заранее. Мы такие, так, надо столы сдвинуть. И, как бы, ну, получилась пресс-конференция. Вот, а потом просто все разъехались в Москву, то есть, я сам из Твери, и, как бы, ну, а что приехал в Москву? Ну, для меня это было в Москву приехать, начать свой бизнес, для меня слишком круто, и, как бы, ну, начал устраиваться на работу. И ты уже пошел по профилю пиарщика, да, то есть, уже, то есть, грубо говоря, а, то есть, ну, профильного образования, получается, у тебя не было? Ассоциолог по образованию, то есть, как бы, фундаментальная, гуманитарная наука. Я мог пойти на пиар факультет, но еще тогда понимал, что это наука практическая, то есть, почему меня там могут научить, если я сам могу на этом, я уже больше знаю, чем, как бы, меня будут учить. Поэтому я лучше поучить фундаменту, вот, и потом уже, как бы, это, попробую-то с научной точки зрения не применить практики. То есть, ну, ладно, значит, что-то я хотел, знаешь, такое юморное сказать, но забыл. Хорошо. И ты устроился, вот, а почему ты не мог вместе с найти работу в то время в Москве? Это не было невостребованной профессией или, там, парень из Твери? А, ну, вот, как бы, смотри, почему я первым шел? Я обчитал Сапелевина, Generation P, потом еще в журнале ОМ была такая статья, типа, почему пиарщики крутые? То есть, там пиарились в то время одновременно хэдхантеры, типа, такие мега-люди, которые там хантят людей, я думаю, ну, круто, вообще, охотница за головами, блин, романтика. Ну, как бы, я не тянула. А вот и пиарились пиарщики еще, вот, и я думаю, ну, пиар будет поинтереснее. Там еще зарплаты в долгах указывались, я думаю. Потом еще запомнил случай, когда там один чувак организовал презентацию бронебойных окон, типа, в центре Москвы ему нечем было показать, нечего было показать журналистам, и он буквально там за пять минут нашел какого-то слесаря, оконщика, который притащил старое стекло, и он его при всех, типа, разбивал и не мог разбить. Я думаю, блин, вот в моменте сориентировался. Хочу так же. Фактически я сейчас этим занимаюсь, знаешь, вот за пять минут ищу какого-нибудь героя, чтобы его там, не знаю, чтобы что-нибудь с ним случилось, там, во что-нибудь его вляпать или какое-нибудь интервью у него взять. Фактически я занимаюсь поиском тех же самых сейфов. И вот мне это запомнилось, и начал искать работу пиарщика. Ну, как бы, особо меня не ждали, получается, что... И как бы на практике наневал шишки, типа, ну, я вообще работу не искал на то время, а тут ищешь и, как бы... И, like, опытным путем дошел до того, что не просто надо рассказывать какой-то, типа, мощный организовывающий ринг, там, типа, знаешь, того, другого, пятого, десятого, а что ты можешь реально конкретно компанию предложить. Угу. Вот, и я предложил переводческой компании тогда сразу, там, ворох идеи. То есть, как бы, я им позвонил и не спросил в очередной раз, что берете, не берете. Я говорю, кстати, у меня для вас 10 идей, ну, давайте, порассказывай. Вот, и, как бы, и понимаешь, что... И сейчас это тоже работает, это вообще всегда работает. Прежде чем, ну, себя ты будешь какое-то крутое, скажи, чем ты полезен можешь быть. И, как бы, твои заслуги там вообще не важны, если ты сейчас можешь что-то сотворить крутое. И, собственно, давай я тебе попробую. Вот ты такой умный, давай, примерно подходит. Примерно понял фишку. То есть, эта компания тебя взяла? Это был тебе первый работодатель в Москве по теме пиара? В Москве, да. Перед этим было работодательных 10, которые меня не взяли. Вот. И потом было прикольно, что с некоторыми мы оказывались в одном журнале на одной странице. То есть, я там, типа, свои новости выпускаю от переводчиков. Идут рядом компании стоят, которые меня не взяли. Я только смотрю, вот, думаю, вот, если взяли, вот, там была бы двойная новость про вас. Ну, такая, типа, знаешь, чесалось им. Эго там такое. Вот. Ну, и, в принципе, там я вот два года зажигал. 2004-2006, и потом уже, соответственно, свою агентство. Слушай, ну, ты согласишься с тем, что для переводческой компании вообще нетипичное действие нанять пиарщика? Вообще нетипичное? То есть, тогда, в принципе, директор, он сделал такую ставку на темную лошадку, и она стрельнула. То есть, реально, вот, за счет пиара, она из топа, наверное, 300 компаний, сейчас топ-10 компаний, она находится. И вот мы до сих пор поддерживаем отношения и сотрудничаем. В данный момент, когда она тоже дает пиар-проект один. То есть, в принципе, это была хорошая ставка. И, ну, допустим, да, вот, кейс, я буквально в первые два месяца работы организовал с нуля статью в Форбсе для этой компании, для маленькой компании. Подожди, приехал парень из Твери, не мог устроиться на работу, устроился, и за два месяца работы ты организовал статью в Форбсе? Это вот от первого звонка до публикации, и она через два месяца уже вышла. Как ты это сделал? Ну как, вот, знаешь, я тогда всем рассказывал на всякой конференции, говорю, сколько ты заплатил, я говорю, блин, ну, не сколько я не платил, да, вот, не тогда, не сейчас в СМИ мы не платим. Тогда я просто написал на общий адрес Форбс, это был август, вот, сейчас я понимаю, что это некая затишье там в СМИ, ну, типа, все ищут темы, возвращаются кусков. Я пишу, типа, что-то вы про переводческий рынок ничего не писали. Напишите, вот у нас цифры такие, оборот рынка такой, хотя вот оборот рынка, он, как бы, был договорной. То есть, никто не понимал, сколько он стоит. Ну, это, например, топы договорились, что он, типа, там, не помню, 300 миллионов долларов, типа, небольшой, какая-то, одна эти компания. Ну, типа, там есть свои движения, есть свои, там, аусайдеры, звезды, какие-то движухи, там, течение, типа, ну, напишите. И приходит ответ от главного редактора, с копией специального корреспондента, что, типа, мы не будем писать про переводческий рынок, что-то нам вообще неинтересно, давайте лучше историю предпринимателям напишем. Вот вы, там, говорите, что вы из такой компании, что у вас, там, типа, директор работал, там, военным переводчиком, а сейчас, типа, вот, там, вышел на свои, как бы, поля, на, как бы, на, как бы, на свое дело. Знаете, лучше личную историю, о городе не вопрос, он вообще не отдавается. И вот, шесть часов длилось интервью корреспондента и директора, то есть, там, буквально, знаешь, закрылся кабинет, я помню, я сидел перед кабинетом, как бы, на мой стол, а в кабинете, там, что-то шло, и периодически выбегал директор, такой, типа, за водой, там, типа, а журналист не выбегал. То есть, там, как будто, раунд шел, знаешь, типа, вот так вот, как бы, допрос просто, реально шел, и вот, все, вроде допросили, там, секунду, вышел, это было, типа, мощно, вот, и еще полдня снимали фото, то есть, уже следующая группа приехала. Знаешь, я сам уже не верил, что это бесплатно, потому что, реально, полдня трудились фотографии, знаешь, там, группа пять человек приехала, свет там ставили, привезли с собой три килограмма словарей, там, вот, все там разложили. Знаешь, я даже позвонил герою предыдущей статьи, в корпусе, говорю, у вас там бесплатно была павеликанская, они такие, ну, да, это же с ними, я говорю, ну, да, я знаю, что с ними, блин, они столько работы делают. Ну, и все, и когда вышла, вот эта статья, вышли несколько крутых человек к этому, на эту фирму, позвонили лично директору, там, говорят, мы хотим встретиться с вами, заключить крупный проект, все, и когда мы уже пошли, крутой госконтракт, например, МИД, через полгода выиграли МИД, вернее, через не полгода, через полгода была первая заявка, а через полтора года выиграли тендер на большой восьмерке, ну, то есть, G8, и вот эта маленькая компания уже, как бы, это был первый рост. Тендер МИДы выиграли, вот, в частности, с пусковым крючком была эта статья, то есть, там, посчитали, посмотрим, о, давайте, типа, познакомимся для начала. Слушай, какой отличный кейс, действительно, такая, как выстреливать темная лошадка, а ты много куда написал вообще, кроме Форбса? Да, много куда писал, много, ну, везде, где можно, я написал, то есть, ну, ответили из Форбса, там свой бизнес тоже была, жена-то как левая была, там подружились. Хорошо, а почему ты через два года ушел в свободное плавание, или ты не в плавание ушел, а в найм дальше? Нет, в пиар-агентстве я ушел, в свое агентство создал, я, в принципе, о нем мечтал, я вообще, как бы, знаешь, я ушел вообще обратно, просто я ушел с работы, говорю, все, я понял, что могу начать свой бизнес, отвалитесь с вашим пиаром, короче, я буду диджеев по-прежнему продавать. Ну, то есть, как бы, чем я в Твери занимался, и, как бы, мы придумали, переформатировали, у нас был Твереволюшн, это локальный бренд, а здесь мы сделали Майдит, ну, типа, федеральный бренд, и реально стали продавать диджеев, то есть, как бы, из Москвы у нас летали, и до сих пор, кстати, иногда летает, партнер занимается, диджей там, Владивосток, там, куда-нибудь, там, не знаю, Калининград, по всей России, там, в Индонезию летает, там, в Турцию, ну, то есть, как бы, поставки диджеев. Как спикеров, значит, покупают, то же самое booking, только вот мы диджеями, так вот, торговали, торговали, и, собственно, торговали людьми, короче, торговали, торговались людьми, и, в какой-то момент, просто, я из компании, когда ушел, диджеями занимаюсь, занимаюсь, и звонят бывшие сотрудники той компании, и говорят, типа, ты как круто там поработал, на нас, а, давай, раскрути нас, короче, я такой, ну, блин, неохотно, я, вот, заемлюсь, ну, пожалуйста, пожалуйста, короче, они меня упросили, вот, я начал раскручивать, там, левой ногой, там, правой рукой, как бы, это, ну, как бы, отрываясь от своего, от другого дела, потом думаю, блин, ну, почему бы сайт не создать, пиар-агентство, и, я его создал в тот момент, когда, мне название компании, вот, это вот, в голове, знаешь, высветилось, просто, я думаю, все, время пришло, короче, и все, сделали сайт, и, просто, я сайт повесил, и, раз, еще, два клиента пришло, достаточно круто, ну, все, я понимаю, что, когда здесь денег больше, процесс пошел, да, надо, как бы, ну, тут двигаться, и так далее. А, в чем суть твои услуги на сегодняшний момент, что ты делаешь для клиента? Я делаю информационные взрывы, то есть, делаю так, чтобы, со стороны, это как магия, то есть, человек, вот, просто, он, про него еще никто в интернете не знает, и, раз, за день уходит 20 статей, как бы, вот, торгую славой, короче, торгую славой, да, хорошо, это же ты придумал термин взрывной пиар, вот, давай, про, вот, про это, про это понятие, потому что пиар же бывает разное, да, вот, как он бывает вообще пиар, и, почему ты занимаешься именно взрывным, и, как родилась эта идея? Взрывной пиар, это создание нетривиальных информационных поводов, когда за один день может выйти от 10 до 100 публикаций про одного человека, про один бренд, ну, то есть, как бы, вот, взрыв, в полном смысле этого слова, то есть, вот, был, никто стал всем, вот, то есть, вот, буквально, я тебе рассказывал, мне вчера там человек пишет в фейсбуке, что, типа, скриншоты шли со своего телефона, говорит, Роман, мы попробовали вашу методику, у меня 26 пропущенных вызовов, все от журналистов, а до этого им вообще никто не звонил, то есть, как бы, ну, прикинь, да, человек из, ниоткуда ставим в центр внимания под прожектор, вот, ну, как бы, и он кайфует, помимо того, что получает кучу крутых публикаций. Раньше я занимался классическим пиаром 10 лет и тоже хотел бросить уже, ну, думаю, блин, надоело одно и то же там, для меня это уже была очередная статья в Форбсе, очередная статья в Коммерсанте, очередная там в Ведомостях для клиента, ну, блин, ну, сколько можно, вот, пока не пришел клиент, который сам не попросил что-нибудь эдакого. Что-нибудь такое яркое, чтобы... Да, нам что-нибудь вот такое, вот, типа, у нас остался миллион рублей, и нам надо что-нибудь придумать. А кто это был? Всего миллион. Это bunny.ru, это самые дорогие спа в Москве, они только открылись тогда, и, типа, нам что-нибудь такое вот сбасайте. И что вы придумали? Мы придумали акцию, которая стала визитной карточкой уже сейчас агентства, это авария из пяти лимузинов на Кутузовском проспекте с участием 25 моделей и Алексея Булдакова. Так, то есть это специально инсценируется, что... Да, была инсценировка ДТП, то есть мы подогнали лимузин друг к другу, сняли новые бампера, потом с авторазборок привезли на «Газели» старые бампера, наклеили их, подогнали их вот так вот миллиметр-миллиметр, включили аварийки, все, со стороны это смотрелось, как авария. То есть, ну, смотришь, натуральная авария, бампера отвалены, все врезались, все мигает, все негодуют, ну, авария есть, авария, все, даже гаечники были. Так, а где здесь упоминания компании? Все лимузины были обклеены логотипом «Bani.ru». То есть, получается, что все СМИ начали писать о том, что авария на Кутузовском, 5 лимузинов, фотографии «Bani.ru». Да, да. Слушай, как вы такое придумываете? Мы ничего не курим, не пьем, все, как бы, исключительно на здоровую голову. Чисто в спорте такие идеи всякие приходят. А у тебя есть какая-то команда мозгового штурма? То есть, вы такие собрались, такие, ребятки, у нас такой-то вот сейчас заказчик. Да, если нужно быстро, мы собираемся. Если это время есть, там, недели-две, то у нас в интернете идет мозговой штурм. Потом, как бы, идет отбор идей. Ну, вот, над идеями я реально запариваюсь. То есть, я собрал команду, там, больше 50 человек, которые прослушали мои мастер-классы, прочитали книги, посмотрели видео, побывали со мной, познакомились. Они примерно понимают, что это такое. Вот они накидывают первые идеи, там, хорошо бы сотню идей накидать, ну, 50. Потом есть группа, 5 человек, это кандидаты наук, чистые кандидаты наук в своих областях, политологи, социологи, юристы. Они отбирают уже идеи. Продюсеры, например, с телеканала, которым мы доверяем, которые не скажут, что, типа, это пиар, там, и так далее. Вот, они уже отбирают идеи. То есть, накидывают сначала какая-то первая группа, потом вторая группа, как эксперты, оценивает и выбирает самые интересные. Да. А вот сейчас мы еще подключили еще две группы, которые уже отобранные идеи, расставляют одна группа. По паренцизации? Одна группа, да, в порядке, значит, какие идеи из 10, вот 5 сработают. И вторая группа расставляет, в какой момент их лучше забросить. То есть, как бы, в первом случае эта технология, не знаю, слышал ли нет, расстановки, так называемые. Хеллингер там и так далее, да, расстановки, которые психологические делают. Вот буквально там, в воскресенье мы делали расстановку для 13 идей, выбрали 6. И вот вчера первую забросили, она вот пошла, и вот так каждую неделю будем выбрасывать. Там у нас такая задача изменить вход на рынки ценных бумаг, скажем так, новостями. Вот. А как бы вторая группа, это фэн-шуй. То есть, они говорят, вбрасывайте, например, идею 22 числа, сидя спиной на юго-восток. Прикинь, я сам охренел, когда это в первый раз услышал. И, ну, я попробовал, я это попробовал ради интереса, да. То есть, у нас, в принципе, все было готово, у нас была уже идея, вот она была уже все готова к запуску. И вот мне Виталий говорит, типа, ну, тогда-то давай запускай, типа, а мне все равно, завтра или послезавтра, он все с ней решает. Я говорю, ну, ладно, для прикола попробую. И вот идея, мы ее запустили, как он сказал, и уже не одну идею так запускали, всегда срабатывает вообще. То есть, на ура. Мы даже в субботу идею запускали. Два с публикации вышло, там, в Яндексе общество, там, новость топ-5 была, там, например. А вот та, которую мы пробовали, это была новость номер один в Яндексе в Санкт-Петербург. То есть, заходишь в Яндекс в Питере, хоп, и там первая новость, наша. А это какая, кстати, может быть, как кейс тоже? Потому что ты для меня, реально, вот когда я изучала твои там интервью и публикации, ты для меня реально ходящий энциклопедии кейсов. Вот такая ситуация, такая ситуация, такая ситуация. Я так, ну, огромный новый мир. Ну, я, понимаешь, кроме пиара, в принципе, кроме взрывного пиара, не занимаюсь другими вещами, поэтому я в этой теме вот копаю, углубляю, встречаюсь книжки, там, читаю фильмы, смотрю художные, нехудожные. Наполняешь себя вот этим. Да, это вот постоянные идеи. И приятно, что самому знаешь, что у тебя большинство идей, которые ты делал, их можно повторить. А многие идеи я знаю и понимаю, как можно сделать там для кого-то. А, то есть, ты углубляешь весь банк, ну, образно говоря, банк реализованных в мировой практике интересных идей, которые можно на русской почве повторить с какими-то вариациями. Да, у нас свой банк там уже тысячи идей. И банк, значит, сторонних идей, ну, где-то там под 500. И каждый день еще по ним появляются идеи. Я себе каждый день отмечаю там нового дня, ну, для себя. Там смотрю, там, Медиаметрикс, там, или, там, Медиаликс, что стрельнуло. И, то есть, у меня так все вот… Хорошо, а кто со мной клиент все-таки? Здесь же… Там нельзя сказать по Петербургу. Там на СНДА подписано. Но, как бы, намекну, что там было… там были деньги, там был секс, и там, собственно, был суд. Вот эти три истории, как бы… Ну, в принципе, суды заходят очень круто. А секс и деньги, блин, что еще надо, как бы… Надо вот как раз таки хайп. Вот. И причем компания достаточно крупная, то есть, она всероссийский бренд. Как бы, ну, вот так вот. Хорошо. А скажи, кто тогда портрет твоей целевой аудитории? То есть, от какого бюджета, от какого масштаба? Подходит ли это для микробизнеса, или это все-таки крупные корпорации приходят с такими задачами? Для всех подходит. Вот, для персон с нуля подходит. То есть, ты вчера можешь вообще в гугле никак не пробиваться. Или там про тебя писали, там, три газеты из пресс-фиды, там, которые, там, не знаю… Ну, просто интернет-издание, или там, любые, там, блог такой, да, ты находился. И за три дня, вот, например, мы недавно сделали кейс про человека, там, пять федеральных СМИ написала. В воскресенье он на МТВ снимался, вот. А вот из какой сферы этот человек, если можно? Да, консалтинг и… консалтинг – это бизнес, развитие бизнеса. То есть, он просто персон, бизнесмен, он предприниматель, там, занимался строительством и занимается. Вот. То есть, вот получается, смотри, так как моя аудитория, в основном, это люди, которые хотят… Так как мой блог посвящен личному брендингу, да? Как раз таки моя аудитория – это люди, которые строят личный бренд, да? И получается, что это как раз таки инструмент, взрывной пиар для того, чтобы о тебе, как о персоне… Да. То есть, в какой-то, в какой-то там аспекте. Но вот, давай сразу, вот, возражения тебе, если можно. Да, да. У меня такая ситуация возникает, что в большей части взрывной пиар – это все-таки что-то такое… Желтые новости. Ну, да, что-то такое… Немножко знаю там желтизны, интриги, скандалы, расследования там и так далее. Ну, то, что людям, в принципе, и интересно, такие более хайповые темы. А можно ли это делать экологично? Можно, нужно. Просто это задается клиентам. То есть, клиент говорит, да, я-то не хочу, политика не хочу, секс, тем более, детей не надо там. Ну, животных типа можно. Вот. И как бы так и рождается акция в рамках. Мы всегда предлагаем жестяную акцию, то есть, вообще прям огонящую и скромненькую. И, знаешь, вот не было случаев, что выбрали нам поскромнее план, давайте зажжем. А клиенты совершенно разные. То есть, клиенты сами выбирают в большей степени именно более пожёстче, да? Именно пожёстче, да. И, ну вот, к примеру, да, мы раскручивали купонный сайт и придумали две идеи, что типа якобы их взломали и повесили туда футболки с Путиным. Типа их взломали типа на службу Навального, типа там… Короче, что-то такое оппозиционное, да. Якобы там типа свои товары продают с символикой. Вот. И второй случай. Давайте типа индульгенции продавать со скидкой, акции действия до конца света. Типа мы вам сейчас как бы сфальсифицируем договор с итальянской церковью, которая вам дала право продавать эти индульгенции. Ну, знаешь, типа отпущение гривого. Да-да. 500 рублей заплатил всё, типа ты тебе свободен, можешь типа грешить дальше. Вот, ты знаешь, выбрали идеи с индульгенциями и она зашла. У портала посещаемость 10 раз выросла. Сразу вот про них никто и портал вообще не слышал в СМИ. Там было публикации 50, наверное. Из них только 10 телек. Причём от белорусского телевидения и РЕН-ТВ два раза. В Москве 24 там, в общем, очень большой пучок. Хорошо. Тогда ещё механику, да. Вот я поняла, как рождаются идеи. Вот эти вот группы, референты. Пришёл заказчик, дал ТЗ. Да. Вы накидали, дали. Вот мы-то есть варианты. Есть побелее, есть почернее, да. А дальше он утвердил. Да. Ведь идёт дальше процесс реализации. Тоже два команды делают, да. То есть там написать текст, организовать вот эти вот столкновения или ещё что-то там. А дальше идёт момент именно конкретно, как это, подтянуть СМИ. Или как это, вот это посевы какие-то или ещё как это называется? Это посевы, вбросы по-разному называются. Здесь, как в классическом пиэре, нет пресс-релизов. То есть здесь события происходят как бы сами собой. То есть человек захотел подать в суд, он подал в суд. Человек захотел, не знаю, раздеться, пробежаться, он разделся, пробежался. Человек захотел воздвигнуть памятник. Покушение, ДТП, похищение, это как бы само всё происходит. И снимается очевидцем. То есть некий очевидец шёл мимо, увидел, что-то такое произошло. Скачал программу Lifecore, она всем доступна, бесплатная. И загрузил туда фотку или видос. Всё, тебе перезвонил журналист, говорит, а что, правда? Так я говорю, да, вот правда своими глазами смотрю. И как бы история начинает раскручиваться. По поводу твоего вопроса, типа там, чернуха, желтизна и всё такое. Вот персонам, именно персонам, да, кто смотрит там по твоей теме, желательно идти от социалки. То есть брать социально важную проблему, что тебя лично волнует, и как бы её гиперболизировать. Ну вот какие там могут быть приёмы. В целом моя концепция раскрутки персоны, если брать взрывной пиар, это поступки. То есть можно человека сколько угодно накрашивать, там, значит, светообраз делать, архетипировать, там, прически, там, всё такое. Но СМИ это неинтересно. Насколько ты там одет, или даже у тебя там речь грамотная. И СМИ вообще не важно. Им важно, что с тобой произошло, или что ты такого учудил, что, ну... Событие какое-то. Некое событие, да. И человек вот может никаких медиатренингов не проходить, но мы его ставим просто в центр внимания, и всё, и СМИ к нему приезжает, потому что он замутил интересную историю. Давай пример, какой-нибудь кейс, который можно... Ну вот смотри, фотограф, например, фотограф, он встал около выставки с меховыми изделиями и сказал, что я против, типа, убиения животных, типа, его задержала полиция, всё, и это через месяц стал самый популярный фотограф в городе, потому что он, ну, вот такую социальную позицию высказал. А что он стал с транспарантом? Да, он стал с пикетом таким, одиночный пикет, и там было написано. Ну, там что-то смешное было, типа, я против, там, шкурок, типа, зачем убиваете соболей, там, ну, как бы, протестовал против меховой выставки. Чуть ли не сама эта выставка через, там, год его заказала, чтобы он их пофоткал, ну, как бы, заказ сделал, понимаешь, что, то есть, до такого, а он себя, как бы, в центр внимания поставил. Нет, а он правда против? Он правда против, да. А как вы, наверное, находите тот самый поступок, который стоит поднять, выделить? Опять-таки генерируем, генерируем или вот так с человеком общаемся и понимаем, чего волнует. Вот, то есть смотри, что это ещё может быть. То есть, в Тюмени был журналист, есть, который, когда Обаму наградили премией мира, он начал собирать подписи в своём регионе в Тюмени. Я слышала эту историю. Против там что-то там? Против, да. Всё, он 2000 подписей собрал, всё самое известное журналист в Тюмени стало. Вот. То есть, когда в Питере, чувак, у него во дворе закатывали в асфальт палисадник. Ну, знаешь, там деревья, у него там детская площадка, там, все гуляют, там, собачки, дети, дети, собачки. И, короче, он назвал этот сад, сад имени Путина. Вот. И, как бы, он прославился за счёт того, что он отстоял этот садик. Вот. То есть, перестали закатывать? Перестали закатывать. Он назвал сад имени Путина и начал отстаивать. Да. И пошли свиты, что сад имени Путина пытаются закатать. Да, да, да. И всё, и отстоял сад. Это, кстати, очень тоже, это было где-то в Китае. Там тоже, типа, не помню, сарай имени Хо Ши Мина, тоже человек, знаешь, там, в Китае асфальт прокладывают, всех нахрен там, знаешь, типа, отметают. А он, типа, это, типа, имени Хо Ши Мина, там, не помню, какого-то деятеля, и обклеил всё плакатами госдеятеля. Ну, и всё, и техника встала, короче. То есть, ну, хороший приём. Вот. И ещё есть, например, тебе нравится какой-то человек. Ну, вот, к примеру, какая твоя любимая книжка к предпринимателю? Ричард Дрэнсон, к чёрту, всё, берись и делай. А ещё художественная, если. Художественная Атлант. Вот. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот смотри. Все предприниматели отвечают. Да, я знал, что ты это скажешь. Смотри, значит, в Москве нет улицы Джона Голта. Ну, нету. Вот дарю идею. Ты пишешь петицию, и пишешь обращение, и пишешь памятник в Москве архитектуру, куда угодно. Во всей инстанции, что, типа, хочешь, чтобы площадь любая, хоть перед твоим домом, но лучше логично, где Москва-Сити. Знаешь, там, типа, деловой центр сидела. Чтобы это была площадь имени Джона Голта. И, как бы, даёшь проект памятника. В 3D-модели просто его нарисуешь и всё. Мы так сто раз делали. Ну, 3D-модели, я имею в виду, не Джона Голта, а, как бы, у нас разные памятники по всей России. Ну, Атланта расстроил плечи там. Да, там некий стоит Атлант. Всё, типа, хочу, чтобы это была улица Джона Голта. И всё, запускаешь эту новость. И ты, типа, красавчик, потому что ты, вот, блин, наконец-то озвучила чайник многих предпринимателей. Типа, ну, все давно хотели, а ты озвучила. Вот, как бы, это твой поступок. Всё, и к тебе прижать. А это будет реализовано? А, как пойдёт. Как пойдёт. То есть, наша задача, чтобы вышли СМИ. А-а-а. А дальше уже твоё усмотрение. Кто-то у нас реализует акции, кто-то ставит памятники. Кому-то их официально запрещают, и на этом история заканчивается. Говорит, ну, вот, видите, мы пытались, но не разрешили. Как бы, здесь уже зависит, куда ты сама захочешь повернуть историю. Если ты реально памятник поставишь, будешь красавчик не на неделю или месяц, пока про тебя пишут. Естественно, все публикации сохранишь, и тебе на сайт поставишь, там, типа, про меня пишут. Ты можешь красавчиком быть на всю жизнь, если он будет реально стоять. Это, как бы, вопрос, ну, твоих амбиций и долгоиграющих планов. Ну, хорошо, я поняла, что это, значит, может быть интересно любым бизнесом и персонам. Любым бизнесом, да. Но всё равно тогда вопрос монетизации. То есть это наверняка же не дешёвая услуга, я так предполагаю. Это предполагает какое-то абонентское обслуживание с вами или это покупка идей? Нет, абоненток нету. Я так размышляю просто над этим, но мне абонентки сами по себе не нравятся. То есть абонентка, это, знаешь, растягивается, ну, дясина, там, типа, ну, на год, блин, и ты, как бы, ну, энергия сдувается. А так, как бы, ты собрался, всё, выплеснул, да, случилось, ну, типа, выборы. Вот, кстати, с выборами тоже очень хороший лайфхак. Наверняка ты замечала, что многие тренеры, может быть, там, или случайные люди, генеральные директора или, там, директор каких-то фондов, случайные, я имею в виду, для политики, вдруг идут в мэры или вдруг идут в кандидаты президента. Вот сейчас такая картина наблюдается. У меня недавно была, как раз, консультация с человеком, который сейчас официально идёт на выборы президента. Собственно, как бы, зачем он это делает? Чтобы капитализацию имени повысить. Да, да, да. Вот, поэтому я сам баллотировался на мэры нефтьюганской, и у меня это тоже сработало. То есть, при чем здесь ты нефтьюганск? А просто, знаешь, я увидел новость, что, типа, на объявление, на конкурс должен, на вакансию главы города нефтьюганской, на секундочку, нефтяная столица России, йогуста дела, не подано ни одной заявки. И ты подал? Я сначала всем клиентам написал. Говорю, хотите, типа, смотрите, видите, новость. Если вы сейчас поедете, подойдите, вы вообще заржёте. Они такие, ну, блин, фиг знает, там. И один говорит клиент, слушай, короче, мы тебя проспонсируем, давай, езжай, короче, сам баллотируйся. Я поехал сам. То есть, я сначала всем предложил, никто не поехал, я поехал все. Что тебе это дало? Это, вот, за один день я познакомился со всеми предпринимателями нефтьюганске. Сейчас мы там общаемся, дружим, уже договорные отношения пошли. То есть, сразу же пошел в окружение там? В общем, не то, что сразу, моментально. Угу. То есть, я помню, гулял по городу, документы подал, поехал, поспал, гуляем, короче, и пишу в местный паблик, подслушанный нефтьюганск. Типа, кто хочет встретиться сегодня с кандидатом в главу, на должность главы вашего города, приходите в кафе такое-то. Типа, раз, все, пришли ключевые люди, и они, пришло 4 или 5 человек, а на следующий день, на утро, они сами организовали, и пришло еще 25 человек. Вот, я со всеми перезнакомился. То есть, прикинь, ты был никто, а тут ты в статусе кандидата, даже без этого. Ты реально в статусе кандидата, и все, с собой даже интересно поговорить. Вот, кстати, по поводу клиентов, да, у тебя есть клиенты, которым ты отказываешь? Ну, если незаконно делают, то... А так, в принципе... А позиция, с позиции тоже я не буду работать. Угу. А что ты вообще скажешь, в принципе, про то, что сегодня представляет себя профессия пиарщика? Знаешь, есть же такие люди, которые говорят, вот, СМИ, там, они пишут утки, они там не проверяют информацию, а пиарщики им это дают, эту информацию. Они же, им же нужны новости, и они действительно же не всегда проверяются, а потом всплывают, что, ребят, это была неправда. А потом никто не слышит же, что это была неправда. Ага. Ведь правильно такое же бывает? Правильно. Что ты вообще думаешь по поводу вот этих вот тенденций, вещей? Ну, смотри, фейк-ньюс, и не все это спокойно. Фейсбук, Трамп, как бы, олигархи тоже говорят, там, вот, Дерипас убрали интервью, там, типа, как вы там, типа, это... Пытались взять интервью, он такой, типа, фейк-ньюс, фейк-ньюс. Вот. Но фишка разрывного пиара в том, что он не выглядит как правдой. Ага. И если мы потом свои разоблачения публикуем, как бы, ну, допустим, я вот исключительно публикую разоблачение, когда я понимаю, что не хватило публикации на основную тему. Так, как бы, зачем? И все равно мало печатают. Вот я могу прямо сейчас выйти все морские книжки, все написал, все, как бы, вот так все были такие-то. Ну, как бы, ни одной претензии, там, типа, ну, буквально, там, три публикации выходят, типа, ну, да, ладно, типа, это была постановка, и все. То есть, получается, что если рынок, то есть, получается, что если рынок готов это потреблять, то это, собственно говоря, и выдается на рынок. Даже если это фейк, ну, то есть, по сути, такой, бетель с фантазией. Это менеджмент новостей, да. Менеджмент новостей. Менеджмент новостей. Это бетель с фантазией, но этим больше Антон Вуйман, например, занимается. У него такие уличные спектакли, спец из Питера. Вот у нас тоже есть на улице, но я понимаю, что достаточно грамотно сыграть смыслом, то есть, каким-то мастером. Это само будет, как бы, дальше вот идти, разворачиваться, и, ну, не надо будет как-то сверх, там, усилий. Ну, например, да, вот я подал в суд на Яндекс за то, что областел от плохих новостей. Что? Такой был сюжет, да. Это ты сделал? Я сделал, да. И чем закончился это? Закончился тем, что закончился тремя топами Яндекс новостей же. То есть, как бы, на публикации выходили сами по себе, вот так вот, раздувало. То есть, хотя здесь, что иск был, адвокат был, да, и все. И вот, как бы, вся компания. А самое главное – это идея. То есть, как бы, ну, всем не нравятся плохие новости. Ну, открой, если ты не в Узбекистане, то ты будешь этому новостям просто вряд ли радоваться. Угу. В регионах особенно. Только, ну, вот, зарубил там. Ну, есть такая там тема, да. Ну, как бы, хрень вообще. Ну, и мне это не нравится. Я предполагаю, что это тоже людям не нравится. Чего-то плохие новости. И, как бы, я придумал такую комбинацию с юристом. То есть, юрист сказал, ну, как бы, мы вместе докрутили, что, ну, давайте, как бы, от этого пострадаешь как-нибудь морально. Как-нибудь, как морально, что там он сделал. Ну, как бы, вот, доработали идеи, что… Физически. Да. Что я, типа, от плохих новостей обласею. То есть идея, она сама дальше начала себя раскручивать. И у нас таких много. Я вот туда вкладываюсь так, чтобы идея, с одной стороны, не носила, там, знаешь, не надо было чемодан Луи Войтону на Красную площадь ставить. Хотя это тоже круто. Вот. А так, чтобы вот эта игра с мыслами такими была. Вот из последнего, знаешь, из последнего. Я сам подал заявку, ну, как бы, на кандидата в президенты, да. Я ее подал поздно, вообще без инициативной группы, вообще, 8 января. Угу. То есть, или там, не помню, 6. Короче, последний день, когда можно было физически от самого движения принимать… Заявки. Заявки. И я сам помню, что я просто, знаешь, вот ты можешь просто у себя в фейсбуке опубликовать пост, он очень полезный, очень классный, и он наберет 20 лайков. А ты можешь вот тот же самый текст, и внутри будет вот такая крошесносная идея, что ты сама дальше пойдет вируситься. Я обычно видосы выкладываю, 500 просмотров, тот я выложил, там было, ну, за дальнейший период времени до 50000 просмотров. Знаешь, я там что-то сказал? Я говорю, я выдвинусь в президенты, если я не побежу, то я сменю пол. Да. Вот такой тезис. Непонятно, какой пол, будет ли он реально менять свой там или, знаешь… И в чужой квартире. Да. Сказано было так, мне приснился Тросский и сказал, что иди, бери власть. И я понял, что я пойду в президенты. Вот записал такой видос, знаешь, он сам вот так вот пошел просто, знаешь, там просто вот такие вот были фонтанирующие комментарии. Слушай, ну, а может ли там тебе вопрос личного характера тогда? Да. Ну, а тебя, то есть у тебя настолько толстокожесть в плане того, что ты настолько отделяешь себя от этих новостей, от этих образов. То есть люди же, ну, это же как бы… Ну, это же как-то… Ну, это же как-то… Ну, как-то это же очень как-то… Да… Нет, блин… Ну, хотя если ты за взрывной пиар, то это в твою формулу бренда укладывается. Ты сам эпатируешь, как бы взрываешь. Вот, смотри, очень трудно сделать так, чтобы деловая газета, которая знать не знает, что такое взрывной пиар, взяла, про это написала и еще расшифровала. Что это такое? А вот благодаря тому, что я подавался на Янекс и на Останкино, вообще журналисты сами докопались. Чем он вообще занимается? Что он вообще такой? Да. И они докопались только взрывной пиар. В «Коммерсанте» было написано, что я занимаюсь взрывным пиаром. Ну, и что это такое? Ну, то есть, когда еще это может себе позволить пиарщик прорекламировать себя… В «Коммерсанте». В «Коммерсанте» Да. Еще там его услуги, там и название компании. Ну, это как бы смотрится как фантастика. Хотя в «Взрывной пиаре» вот все возможно. Понятно. Ну, в общем, ты очень сильно себя отделяешь от этих вещей. То есть есть я или тебе… Хорошо, давай я так скажу. Многие люди, которые начинают заниматься своим личным брендом, они озабочены тем, что про них подумают. Я вот сейчас вот в этом ключе, да? Комментарии, негатив, да он сошел с ума, там и какие-то вещи. Надо думать о том, что делать, когда про тебя не подумают. Надо на эту тему говорить. Это страшно, когда ноль лайков, ноль вообще, ноль отзывов. То есть вот это должно заботиться. То есть, что у тебя нет никакой обратной связи. А то, что у тебя обратная связь есть и что про тебя вообще подумали, блин, надо радоваться. Угу. Это, знаешь, остаточный эффект бывает, что про тебя что-то подумали, а уже через месяц не помнят, что именно. Но помни, что думали. Да. Не помнишь, что ты у них как бы где-то в голове вертелся. И первое, что придет в голову, это ты, если нужна будет какая-то там услуга. Ну вот смотри, по поводу крупных и маленьких компаний, Олег Тиньков, да? Угу. Не магия, конфликт. Да, да. Это капитализация и доходы там акций выросли на 400 миллионов долларов. И еще нужны аргументы, что, ну, чтобы, ну, работает или не работает. Угу. То есть, ты вообще можешь делать, что хочешь, но в поле просто будь и будешь на себя стягивать. Это правда, что люди, которые понимают в этой теме, там, из шоу-бизнеса, даже когда они встречают негатив какой-то, они сразу его пытаются умножить? Они его не встречают, они его сами делают. А, вот так вижу. Они его сами делают и сами его просто умножают, выкручивают и так далее. Ну, хорошо. Давай тогда по-другому посмотрим. Вот посмотрим на проблемы негатива, не которые ты сам спроецировал, создал, а потом с ним героически справился там или как-то, да? А тогда реально идет какой-то там, не знаю, наезд конкурентов или какая-то просто кто-то типа под видом какого-нибудь клиента, которого не было на самом деле. Ну, допустим, наезд конкурентов, негатив какой-то, претензия какая-то в открытом пространстве, комментарии, там, посты, еще что-то. Что делать? Усиливать. Как бы усиливать это еще до гиперболизации. Ну, это, в принципе, все политики знают. То, что если говорят, что политика берет взятки, то надо говорить, что он еще и детей по утрам ест, младенцев там, типа, запивает кровью детственности. Все это напоминает, что меркнет, что он взятки берет, и если он еще там типа, ну, все мешает, а, все придумали, короче. Вот. Я помню, знаешь, сталкивался в темную с такими технологиями, когда был социологом, подрабатывал на выборной кампании у губернатора Твери. То есть, в принципе, эти истины все политтехнологи знают. То есть, я в какой-то мере, может быть, не занимаясь политтехнологиями, перенес это в бизнес. Ну, как бы, что знал, как и что сам придумал. Так, по технологии, это известно. Все это на каждый день наблюдают. То есть, тогда мы выбирали Мера Зеленина, и там про него валом информация шла. Что он типа там, не знаю, какой-то бандитский кошелек, там, типа, какой-то там, не знаю, Буратино, там, не знаю. Вот там он, там, какой-то сволочь там и вообще. Ну, знаешь, он в один день начал родовать зелен, зеленку людям. Зеленка. Потом вышли кучи газеты, их разбросали по городу, что типа, что-то там типа, не знаю, на традиционной ориентации. Потом, значит, еще там вбросили о том, что это был вброс на вброс. Короче, все-таки смотрят, а, типа, то, что и до этого говорили неправду, и это уже какая-то гипербола. Типа, вообще, все врут. Ну, как бы, обсуждая, что все все врут, обсуждают так или иначе одну персону. А губернатор, который, в принципе, склонялся, думаю, блин, Платов, Платов, вообще, молодец, он такой крепкий хозяйственник. Он вообще сидел, блин, ну, думаю, что делал вообще. Вокруг какой-то спектакль идет, все друг друга обвиняют, друг на друга какие-то покушения строят. Тут какие-то два соперника, Зубов и Зеленин, а он такой сидит в стороне и говорит, я там типа, выведу область из Крисов. Все такие, блин, ну, скучно, ну, скучно, ну, вообще, ну, вы о чем? И он там остался где-то там на пятом месте. Вот, поэтому… То есть, получается, что просто человек, который готов был просто, скажем так, не учел фактор пиара, охвата, медийности и так далее, просто был сфокусирован на хорошей своей работе, он как бы остался на пятом месте. Да, да. Вот она пятая власть. Тогда главная ошибка была то, что он… и это много-многих ошибка политиков, что они просто не нанимают технологов, которые как бы в этом шарят. типа, ну, мы прямо делаем свою работу достаточно, недостаточно. Потому что есть люди, которым помогают, там, манипуляторы информационным полем. и вот так все происходит. Ну, хорошо. Теперь давай… я благодарю тебя за… то есть, гипербола, А вот если спустить это на уровень более такого локального бизнеса, то есть, ну, предположим, ты узнал, что кто-то про тебя там чего-то, и это еще неизвестно. Что это? Смотри, тут как бы… Как раздуть или не надо раздувать или как это? Тут это больше серм, как бы типа репутация, да, вот это интернет-репутация. Мы пару раз выправляли репутацию в классическом пиаре. Там, ну, основной постулат устранить причину вообще этого, вот, грубо говоря, говна, да, который на тебя там льется. Оно же льется откуда-то, не может оно прямо вот, ну, ниоткуда дождь пойти. Это значит, кто-то в этом заинтересован. Значит, ты просто, как бы, кропотливо, детективным путем находишь, откуда это льется и просто, как бы, дырочку прижигаешь там… Ну, конкуренты. Ну, конкуренты. Значит, если это конкуренты, значит, на них, как бы, подается какой-нибудь иск в суд или там, значит, прямо указывается, что конкуренты наезжают на малый бизнес. Если не надо, скажем так, умножать сущности без необходимости. То есть, если можно это решить одним звонком, значит, так и надо сделать. Ну, для этого нужно денек посидеть, вообще понять, в чем там суть. Вот, к примеру, про моего клиента очень популярный пылесос. Писали, знаешь, там, валом просто. 100 отзывов в неделю шло. Негативных. Негативных, да. Мы сократили это до 10 в месяц. То есть, было 100 в неделю, 400, да, было, ну, в 40 раз, получается, да. Вот. С моей гуманитарной математикой я так прикинул. Ну, короче, как все предотвратилось в итоге. Я просто нашел юриста, которому подарили когда-то давно пылесос конкурирующей марки. И этот юрист, сидя в общественной организации, инициировал вот эти все, как бы, вбросы, там, что-то сам писал. Ну, типа, знаешь, давно-давно тебе подкупили конкурента, если вот так все свести. Я просто вот так вот в интервью, ну, как бы, мы на это вышли, я говорю, так, а вот что вы, какой у вас там пылесос, говорите, бабушке подарили? Вот такой, я говорю, это же конкурент. Ну, это значение не имеет. Вот так, типа, и все. И, знаешь, я говорю, ну, хорошо. Интервью закончено, спасибо большое, типа, пока. Все, и после этого, ну, как бы, человек замкнуло. То есть, все. То есть, он понимает, что, блин, все, он, как бы, на чистой воде, и все. То есть, вычислили, что-то он делал. Да, и все, как бы, прекратилось. Понятно. Такие вот истории. Хорошо. Судебные иски очень хорошо помогают. Ой, ну, ты сейчас судебные иски. Многие предприниматели же настолько... Не у всех же есть штате юристы. Это, конечно, настолько трудозатратно, энергозатратно. Смотри, мы вот недавно делали кейс, короче, в одну пиццерию. Ну, предполагалось, что конкуренты наехали. То есть, просто пошло мочило по всем фронтам. Надо было хоть вот просто вал этот заткнуть. Мы одновременно подали пять исков за один день. То есть, это составить... Один юрист ночью составил. Все. И, как бы, ну, вот это вот вал плохих сообщений за день прекратился. А дальше уже, как бы, им это дало передышку. И они начали уже, там, работать точечным. Разбирать там все проблемы. То есть, сначала вот это вот надо отодвинуться, а потом, как бы, это... То есть, нужно... Короче, первый постовок. Психам к психам не пристают. Угу. То есть, вот я читал недавно биографию Джима Керри. Тоже исключительно из-за названия купил. И за автора. Скандально, у нас скандальная биография Джима Керри. Короче, типа, его хотели ограбить, там, в темном переулке. Да, там, типа, и... Давай я там все, что идет. И он, типа, начал... А, это в школе у него. И он начал кататься по полу, лаять, там, типа, значит, там, бросаться, кидаться. Укусил, там, грабителя, там, типа, лизнул, кого-то поцеловал. Они такие, нахрен. И убежали. Все. И он при своих остался. Понимаешь? Это, кстати, девушкам часто совет дают. Ну, которых пытаются изнасиловать. Говорят, блин, короче, ведите себя неадекватно. Мяукайте, кусайте, лайте, разрывайте рубашку. Говорят, иди сюда, я тебя сейчас сама там изнасилую. Короче, ну, и насильник как бы в панике иритируется. Так и здесь. То есть, как бы доля неадекватности, она может, в принципе, спасти жизнь и, как бы, сэкономить себе деньги, ресурсы и так далее. То есть, грубо говоря, я за счет неадекватности на Селигере, я обедал и не ходил три километра в лес. Я обедал, ну, поближе, грубо говоря. Хотя просто, ну, лед, налет психа там был. Вот такой. Ну, я тоже записал там уже где-то. Я про это не читала. Слушай, ну, опять же, легкий налет психа. То есть, ты сознательно утрируешь какие-то свои, там, черты, качества. И тебе пофиг, что подумают. Пофиг. Зачем? Конечно. Это внутреннее самоопределение четкое должно быть такое. Понимание, что ты играешь в эту игру и делаешь это сознательно. Да, ты играешь в эту игру. Ну, если ты посмотришь на предпринимателей, про которых сейчас говорят, они все чуть-чуть психи. Даже за рубежом. Поэтому психом быть это нормально. Хорошо. Довчарни, там, Маск, Брэнсон. Брэнсон, блин, летал в свадебном платье с макияжем. Да, да, да. Это вообще, вот это как раз таки тот самый пример, когда вот он взрывной пиар, собственно, инициировался. Как бы, Трамп, ё-моё, Трамп, сколько у него было в компании скандалов. Да, то есть смотри, против него в 70% СМИ было во время избирательной компании. Но за счет того, что он их сбивал с толку своими инфоповодами, то там какая-то утечка, то не утечка, то он там кому-то что-то пообещал. Кто-то на него там, не знаю, пытался, типа, мы твои дети, там, капитан, не помню, как его там, Остап Бендер-то я забыл, лейтенанта Шмидт. Ну, короче, всякие там, да, истории с ним случались. Ты помнишь, он просто ездил по штату, он вообще был там, не знаю, в Техасе, а к нему на башню Трампа залез Человек-паук и, типа, постучался в офис избирательной компании, говорят, типа, я там, не помню, я то ли против, то ли Зава, то ли вот вам мои деньги в избирательный фонд, то есть, пакинь, Трампа не было вообще, а про него пишут. Да, 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 человек паук принесел. Вот, то есть, как бы, ну, и он вот за счет, как бы, вот этих вот, Давид против Голиафа, он, обладая минимумом ресурсов в СМИ, он победил. То есть, ну, про Хиллари так не говорили, то есть, как про него, вот. Ну, видишь, у Хиллари, получается, уже был устоявшийся конкретный, более консервативный же образ, и получается, они на него, за него и держались. Но сегодня, видимо, что, это веяние времени, что чуть более психи побеждают? Да, в принципе, это и раньше было, тоже, если так, в Древней Греции покопать, тоже, в принципе, мы помнят вообще только психов и помним. Мы никаких там правителей особо-то и так, а только психи, да, психи запоминаются. Психи запоминают, а хорошо, давай по поводу психов и такого слова, вот, хайп сейчас популярное, да? Вот, типа, все хотят хайпануть, все там, мы хайпанули, мы что-то, и так далее. Я знаю, что у тебя есть формула хайпа из таких компонентов. Можешь несколько выдать, потому что все, потому что все, как создать хайп, как создать хайп сообщение. Вот давай вот конкретно рецепт, раз, два, три. Смотри, вот буквально недавно мы выпустили книжку, сейчас она там верстается, называется «100 советов по хайпу». Вот, и там, вот, как бы по полочкам разложено. На самом деле, хайп – это, ну, это вот, это даже мощнее, чем, это мощнее, чем взрывной пиар. Ну и скоротечнее, грубо говоря, там взрывной пиар – это атомная бомба, а хайп – это, ну, типа, хлопушка, но очень громкая. Ну, то есть, это пожарная сигнализация. Там, в случае, даже, все-таки, ну, как бы я с осторожностью к таким вещам отношусь. Религия, знаешь, там, типа, хайпанусь, там, зайти в мусульманский храм и сказать, там, какое-нибудь приятное слово, потом извиняться. Вот, вот хайп, там, раз, что-нибудь, там, ребенка, там, забыть, там, в кафе, там, не знаю. Нет, а давай экологичный какой-нибудь хайп, бывает он экологичным или нет? Смотри, да, вот по поводу формулы. Повестка, три буквы – П, П, С. Так. Парадокс. Парадокс. Это, значит, должно быть чего-то, чего раньше не было. Ага. То есть, ты совмещаешь несовместимое. То есть… В пижаме, в оперу. Да. Кентавр – значит, человек с головой лошади. В думе. Да, например. В президентском кресле, извини меня. Короче, все наоборот. Если, как бы, ничего в голову не приходит, делать все наоборот. Вот, кстати, если я не ошибаюсь, апостол Павел, он тоже был распят. Но вниз головой. Прикинь? Ну, то есть… Нет. Мы знаем только двух людей, которые распяли на кресте. Кого нормально распяли, и кто, как бы, через… и кто наоборот. Второе – повестка дня. То есть надо… Парадокс – повестка дня. Да. Повестка дня – это к своему инфоповоду придумать, как бы присовокупить то, про что говорят все. Вот сейчас все говорят про биткоины, про криптовалюту. Все говорят про… если ужик брать, про кандидатов в президенты, про Собчак, про Грудинина и уже чуть меньше про Навального. Угу. Дальше… Навальный тоже отличный хэпажер прям вообще. Третье… про что сейчас еще говорят. Ну, про московскую погоду там понятно, про эту соль. Ну, как бы, в каждом городе здесь свои проблемы. Там ямы там… Угу. Значит, девушка классная в Омске, тоже очень хороший случай, омская фея. Слышала? Нет. Она, девушка, просто заделывала ямы Рытвины ночью. Угу. Ее сняли на видеорегистратора, и она как она со скребком, там, с щебнем заделывала какую-то застаревшую там пробоину. Все, она стала омской феей, она вообще юрист по профессии. Все, все про нее знают, у нее даже там подруги появились. Вот она хайпанула на том, что вот экологично заделала дороги, все эту проблему понимают, знают. Ну, короче, вот открываете… Это называется ньюсджекинг? Да. Ага. Это похоже на ньюсджекинг. Чисто на ньюсджекинг тоже можно выехать. Но если там есть парадокс, то тоже круто. Открываем… То есть парадокс, повестка дня… Да. И ценность. И ценность. Так. Ценность – это значит хайп не ради хайпа, а внутри еще должна быть какая-то ваша ценность зашита. То есть что-то полезное, что я даю? Или какая-то мысль, которую хочу донести? Да. В идеале это вот твое правильное написание имени и фамилии, и желательно еще название фирмы, название бренда вообще, название того, чем ты занимаешься, книга твоя упомянутая. Это в идеале. А поскольку СМИ у нас любят вырезать, именно российские, в зарубежной практике такого нет, вырезают все бренды, то тебе надо свою ценность донести. Допустим, там, у тебя колевый сервис, или у тебя весь обслуживающий персонал красивый, или круглосуточность работы. Ну, такого плана. Ну, вот к примеру, да, там курьер съел пиццу в лифте, и оливки там все повыковыривал, и его уволили, потом обратно взяли. Короче, здесь была фишка в том, что у нас такие же люди, как и вы, работают. Они тоже, у них тоже свои слабости есть. А, и он тоже не выдержал такая вкусная пицца, что он не выдержал съел. Да, и он не выдержал съел, и продажи. Поэтому мы сначала его уволили, а потом все-таки мы его вернули, потому что мы понимаем, что у нас очень крутая пицца, да что ли? Да, и продажи пиццы поднялись, кстати. Это реальная история, мистер? Да, это реальная история. Сибирский берег, что ли, пицца, как я называл, что-то такое. Вот, или, например, что у вас могут быть, например, все сильные в команде, то есть, ну, например, это тоже, найдешь кучу роликов, что девушка, например, защитилась от грабителей. То есть, какой-то приемчик показала, и я там, типа, все, и грабитель лежит. Все, он там, с ноги там или... А девушка потом говорит, например, что у меня есть курсы по этому самому, в моей компании, я бесплатно по пятницам мы тренируем там кёку-сюнкай. Да. И это как бы продается корпоративной культурой, в которой заботятся о... Да, типа такого? Да, это... смотри, а если еще устроить, что она подралась каким-нибудь гаджетом, то это будет еще круче, это будет их позиционировать, что они очень современные ребята. Мы организовали так несколько курсов самообороны. Вот круче всего зашла самооборона на селфи-палках. Мы открыли в Москве курсы самообороны на селфи-палках. То есть, с помощью селфи-палки, значит, защищались и девушки, и молодые люди, ну, от грабителей, там, от каких-то посягательств. Ну, там, показали пару приемщиков. Вот, прикинь, на презентацию курсов самообороны... Во-первых, это была новость топ-3 Яндекса по Москве, если что, в пятницу, просто после пресс-релиза. Уже на завтра пошли телевизионные эфиры. И так, на презентацию, которая прошла через 4 дня, там, в пятницу запустили, во вторник презентация. Приехала, ну, знаешь, вот, как будто на пресс-конференцию, как минимум, премьер-министр. То есть, вот, я подходил к клубу, он в Алтуфе находится. Там стоял Rush Today, Вести, REN TV, Мир. И внутри было человек 20 журналистов, которые смотрели, как селфи-палками, ну, идет оборона. Там был такой курс презентован. Это шло месяц. И в конце уже, кстати, Ксения Собчак приехала с дождя. И ей показывали курсы самообороны. В интернете лежит репортаж. То есть, ей реально показывают, как она там защищается. Ну, как бы, приемчики. Слушай, можно вопрос? А вот вы, до того, как вы придумываете, вы же не можете гарантировать охват? Вы же, это же, как на раком нарастающий. Смотри, да. У меня есть три варианта. На Москву мы работаем, на Россию или на мир. На Москву там KPI 5.10 федеральных публикаций, федеральных именно. На Россию там 20.50. На мир, это значит, еще мировые СМИ прибавляется. То есть, оффер в том, что работа до результата идет. То есть, пока не бомбанет, мы не остановимся. А, вы можете тестировать разные акции. Да, то есть, смотри, как бы, 10 акций мы придумали. И пока какая-то не взойдет вот так вот, мы не остановимся. То есть, как я могу гарантировать, вообще-то, как бы, пиар-кодексом, я в пиар-ассоциации состою, спрещено гарантировать публикации. Ты же не платишь в СМИ. Да. Соответственно, где тут, блин, кем ты будешь, если ты погарантируешь, значит, выход? Если ты только заплатишь, ты да, прогарантируешь. Но, там, на десятки миллионов рублей у нас выходят публикации. Таких бюджетов нету. Там, малого, среднего бизнеса. И, как бы, и оправданности. Нету, может, и бюджеты есть, но их оправданности нету. Зачем? Если ты за публикацию заплатил, ну, она и выйдет на правах рекламы, и прочитывает три человека. А если она органически вышла, то, как бы, она... Короче, пока не бомбанет, мы не остановимся. Вот такой, в этом уфер. Все, я поняла, это круто. Крутой оффер. Будем тестировать разные гипотезы. Класс. То есть, с кем-то мы с первой акции заходим. Бывает такое. Знаешь, вот все расставится. То есть, вот, был такой случай. Я клиенту предложил 10 идей на выбор. Я говорю, выбирайте, типа, неделю. Думайте, ну, совещаемся, совещаемся. Короче, они такие, мы там, пообщались со всеми. И он мне звонит. Он говорит, мы выбрали. И я говорю сразу, Костя, коты? Он говорит, коты. То есть, как бы, мы понимаем другую группу. И вот эта идея, вбросили все сразу. Взошло, там, вышло 30 публикаций сразу. То есть, вот, когда вот такое взаимопонимание есть, вообще, то есть, ты понимаешь, что это с первого раза взлетит. С кем-то мы там с пятого раза. То есть, ну, вот, буквально, знаешь, вот, садимся и дожимаем, пока не стрельнет. Нам самим интересно. Хорошо. Смотри, вот в завершение интервью, мне хочется у тебя узнать, давайте вот тебе алгоритм, да? Сегодня же многие люди стремятся к digital, там, YouTube-каналы, Instagram и так далее, да? Я так видела, что ты сам, вот, свое, конкретно, бренд, там особо не, ну, как они, ты там присутствуешь, но не видно, что ты прям конкретно этим занимаешься, да? Тебе это просто не нужно? Я смотрю в эту сторону. Просто я на другом сосредоточен, на СМИ. На самом деле, SMM – это крутая штука. То есть, как бы, SMM – это, в принципе, тот же взрыв, но среди уже лояльной аудитории. Понимаешь, с одной стороны, это проще, с другой стороны, как бы, надо аудиторию очень хорошо знать. И я уважаю SMM-щиков, которые могут вот взять канал, там есть естественное ядро, и его так раскачать, чтобы оно само росло. Вот, ну, вот, пример, да, там, Азалина Маршинкулова, например, на Брэйкин Мэтт и коммерсант раскачала только за счет классных твитов и заголовков. Было, там, не помню, типа, 10 тысяч, после ее, там, прихода, там, стало 70. То есть, она за счет, вот, SMM, это все растет, вот, как бы, внутри. А я работаю, это вот, я зажигаю СМИ, которые, вот, ну, как бы, в округе. Вот, поэтому, в принципе, схожие, схожие истории. Хорошо, а вот если, например, вот у семья, да, предположим, я вот никогда не смотрела в сторону СМИ. И вот если я хочу посмотреть в эту сторону, но у меня такой, такой органический рост, вот, что бы ты рекомендовал? Найти человека в штат пиарщика, который будет, ну, там, в серии, там, предлагать, искать поводы и так далее. Или, наоборот, лучше сделать какую-то акцию, ну, такую белую, назовем, да, чтобы сразу написали, там, 20-30 СМИ, и потом уже просто, чтобы мой пиарщик с ними установил уже отношения и уже как-то общался. Смотри, ты попробуй все. То есть, если ты очень смелый человек, то попробуй взрывной. Если ты, в принципе, хочешь понять пиар этого, пиар вообще, это для тебя или нет. Ты заходишь, там, в три группы в Фейсбуке, где запросы от журналистов сыпятся каждый день по пять штук. Они простые, там, типа, ну, СМИ крутые, первый канал, там, и так далее. Ну, типа, знаешь, течет вода с потолка, что делать, там, или, там, как я провожу свой отпуск, там, или 100 подарков, там, на Новый год. Ты просто даешь интервью, даешь, показываешь это аудитории, и, типа, заходит, не заходит. Повысились, там, продажи, ценник, там, стал, ну, меньше спорит с тобой или больше спорит после. Ну, знаешь, обычно меньше. То есть, смотрят первый канал, блин, что я буду спорить, если на 50 тысяч час первый канал уже. Вот, поэтому работы для тебя продолжаешь. То есть, потестировать это можно, ну, ничего не стоит. Ты в эти группы заходишь, как они называются, «Помогите журналисту», одна группа называется, другая называется «Герои эксперты для СМИ». Там валы, эти запросы. Мы можем тогда ссылки на эти группы при нашем интервью просто опубликовать? У меня на этом теме видос есть, там, как бы, весь торгоз есть. Друзья, источники под этим интервью, с текстовым вариантом, мы дадим прямые ссылки, и вы сможете увидеть и разместить, увидеть там запрос, на который вы сможете отреагировать. То есть, короче говоря, если просто хотите потестировать, и вы скромный человек, и у вас вагон времени, классический пиар бесплатный через эти группы для вас. Если вы хотите сразу окунуться, как в проруби, в крещение, сразу, вот, получится-не получится, вот, то попробуйте нечто взрывное, и вообще, как бы вы, ну, представьте, да, у тебя есть рубрика «Пресса о тебе» на сайте? Нет. Вот. Соответственно, замерь конверсию до этой рубрики, когда ты сейчас конверсия, потом сделай для себя что-то в прессе, и на сайте веди рубрику «Пресса обо мне», и туда либо логотипы СМИ, которые будут ссылаться на высшие публикации, либо напрямую даешь ссылки на, ну, на репортажи, там, YouTube, да, допустим, так, как ты на первом канала наступаешь, и просто замер, больше будет конверсия на сайте или меньше, ну, как бы, напрашивается, что, скорее всего, больше будет. Ну, да, да, да. Вот, поэтому, как бы, здесь вопрос во времени, как быстро ты эту рубрику наполнишь. Вот. Понятно. Ну, получается, что, если мы берем взрывной пиар, то я могу сразу наполнить рубрику большим количеством выходов по одной теме, а потом просто… Мы так криптоэксперту вообще с Украины, то есть он в России, да, был никак не известен в СМИ, и с Украины, да, ну, всегда про Порошенко какую-то хрень пишут. Я уже сам, блин, плююсь, смотрю, ну, какая разница, что там произошло. Ну, мне объяснили, почему про это пишут. Про украинского эксперта в течение месяца мы наделали всяких инфоповодов, что 55 публикаций. Угу. Реа Новости, там, Дождь, Ридус, МК, там, ну, такие вот, понимаешь, ну, издания такие вот с буферами вообще. С буферами. Прям топовые, реально топовые, вот. И ты, что, ни одному СМИ не было заплачено. Вот, то есть, как бы, ну, вот. И все, у него рубрика на сайте появилась, то есть у него не было рубрика пресса, а сейчас это, если ты зайдешь, ты там увидишь такие издания. Кстати, Форб, Форбс, к нему пришел сам. Угу. После всех этих публикаций Форбс шел и взял на него комментарий. Как зовут человека? Это эксперт, это личный бренд, да, или это компания? Да, это эксперт, это личный бренд, у него свое крипто-сообщество на Украине. Дмитрий Карпиловский его зовут. Дмитрий? Карпиловский. Карпиловский, окей. Ну, просто, возможно, хотят пойти посмотреть, какие статьи, о чем пишут. Сайт Криптонетбис, заходите, смотрите. Криптонетбис, да. Слушай, ну, я благодарю тебя за эту встречу. На самом деле, ты действительно приоткрыл двери в какой-то новый мир. Я думаю, что и для меня, и для моих слушателей, и зрителей на YouTube-канале. Такие кейсы, ты так буднично про это рассказываешь. А, знаешь, а, я думаю, ну, вот с этими селфи-палками, это, конечно. То есть, понятно, что раскрутили клуб. Да. Ну, это же настолько элегантное, простое решение, и действительно… А потом мы дрались вейп-гаджетами. Ну, как вот эти называются, вейп-штуки. Да-да-да, вейп-штуки. То есть, у нас был курс самообороны для вейперов. То есть, прикинь, самый крутой пранкер Евгений Вальнов, он тоже оказался вейпером, и он тоже репостнул этот ролик. То есть, буквально на сайт ульяновского клуба единоборцев, тоже ульяновский клуб был, перешло там 10 тысяч за день человек, потому что его откомментировал такой, ну, мы задели просто, да, вот струну. Угу. То есть, я буквально сидел на мойке, был там, менял резину или там что-то, короче, ну, просто буднично заехал в автосервис, я услышал за радио соседней машины Камеди радио, и там говорили про нашу новость. Вот ты знаешь, ради таких моментов прям вот хочется дальше этим заниматься. Ты едешь, а вокруг твоей новости. И вот сегодня уже знаешь, о чем будут говорить люди завтра. Вот, в принципе, ну, мне это весело. Конечно, моя работа будет до того момента, пока будут работать СМИ. Как бы считается, сейчас они там тоже, у них их колбасит, там типа знаешь, куча газет закрывается. Но вот все охотятся за трафиком. Вот, надеюсь, что СМИ, как бы, мы вместе со СМИ найдем такую парадигму, чтобы и новости были хорошими, и как бы, чтобы они дальше работали и радовали, а не огорчали. То есть, смотришь, а там блин, лучше вот открываешь, и какие-нибудь еноты там, какие-нибудь коты там. Ну, в крайнем случае стриптиз, ладно. У нас недавно была акция, коту не показались стриптиз, стриптиз в клубе. А, вот такая новость. Да. Коту не показались. То есть, приехала девушка, попросила, чтобы ее коту станцевали приватный танец, его не станцевали. Все. И на этом пошла… А что продавали? Стриптиз в клубе. Да. Ну, и как бы, и ведущая девушка тоже, она телеведущая. Прекрасно. Хорошо. У нас есть традиция подарков для слушателей, для самых… Друзья, традиционно напишите ваши впечатления под этим роликом. Что вам было интересно? Может быть, какой кейс вам особенно заполнился? Что нового вы узнали, и что, возможно, вы примените в своей реальной жизни, или задумались о чем, в комментариях прямо под этим роликом. А в подарок у нас будет… В подарок у нас будет пять книжек за лучший комментарий. Можно эту книжку, можно… Давай три этих книжки и две по личному пиару. Отлично. Друзья… Наконец-то знаменит. Да. Взрывной пиар «Оружие социального соблазнения» – это три книжки уйдет победителем, и два – это личный пиар. Да. Наконец-то знаменит. Наконец-то знаменит. Очень в тему. Это слоган, который написал на себе Виталий Здоровецкий, блогер, который выбегал на поле во время финального матча то ли чемпионов мира, то ли лиги чемпионов. Наш, кстати, соотечественник живет в США, снимает фильмы, пранки. И вот, вот, finally famous. Давай какое-нибудь задание придумаем. Давай. Задание. Типа, придумать для тебя акции взрывного пиара. Это новость на этом видео. И я, как бы, посмотрю. Но перед этим обязательно книжку в электронном виде скачайте, посмотрите, вообще, что там, как. Еще раз интервью пересмотрите. И вот, собственно, для Марии придумайте пару, ну, хорошо, одну акцию. И вот я посмотрю, и, как бы, это ваш профессионализм оценил страны. И, может быть, Мария ее сделает. И, как бы, это, вот. А давайте сделаем, я сделаю дополнительный, кстати, розыгрыш. Мы разыграем по комментариям про интервью книжки. А, друзья, те из вас, кто придумают акцию взрывного пиара, которая подойдет и которую мы реализуем, напишите вашу акцию, то я готова провести для вас в подарок бесплатную консультацию по вашему личному бренду. Точно. Можно даже, знаешь, как пошагово, вот, типа, на бумажке сесть, сейчас мы будем сделать то-то, сейчас будет магия. Типа, это, там, время, там, допустим, 1 февраля 2018 год, а потом снимаем 14 февраля 2018 год и, смотрите, вот у нас, как бы, куча публикаций. Это, типа, сделали вы комментарии. Да, на самом деле, у нас сейчас запущен уже влог, а влог это такой формат, который предполагает показать бэкстейдж. Мы сделаем бэкстейдж, расскажем о вас, о том, кто придумал, как он это придумал. В общем, друзья, имеет смысл скачать книжку или получить книжку за классный комментарий и придумать какую-то взрывную акцию для «Заренок ПРО», которую мы с тобой реализуем. Точно. Договорились? Круто. Класс. Почувствуешь на себе, что это такое. Да, я почувствую на себе, что это такое. Благодарю тебя еще раз, очень круто. Друзья, комментарии, лайки, рекомендации этого подкаста и до встречи через неделю на YouTube-канале «Мария Озаренок». Счастливо! Антихайп. Северия. Уютный ресторан на севере Москвы. Стильный интерьер, вкусная еда и внимательный персонал. Здесь много места для ваших праздников, семейных и дружеских ужинов, деловых обедов. Ждем в севере. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...